Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП, меня зовут Дима. Это реакция на новую, пятую серию ШГШ 7 сезона. Смотрели мы её на Твиче, и все, кто залетел ко мне на Твич, смотрели вместе со мной прямо с момента её публикации. Если ты хочешь, также обязательно подпишись на мой Твич, ссылочка будет в описании, и здесь вот тоже появится, будет написано. А также подпишись на мой Телеграм, там я пишу, когда будут, собственно, стримы. Не будем затягивать, всё важное сказал, погнали смотреть, как это было. Кто поступает, я или ты? Кому нужен список предметов, мне или тебе? Потому что если бы он выбрал сам Кристиан, то наверняка бы надел школьную форму, да, Тима? Я буду давать показания. То есть ты хочешь сказать, что я тварь? Нужно будет, чтобы ты дал показания в суде против... Да! Поехали. Мы с вами всё обсудили. Напомню, почему твоя мама такая добрая и позвонила моей бабушке после... У меня есть карт-бланш, быть мудаком. Никто ж не скажет, это мудак сраком. Мали, конечно, с нами не хватало. Он бы вам показал. Мы вроде это обсудили уже, тема закрыта. Именно поэтому я боюсь, чтобы Ксюша не повторила подобные хошки. Я не нашу свои извинения, но я передумал. Вы поняли? Типа, нам показали путь короткий. Просто маленькое такое отступление. Дима сначала наплужил. Прошло энное количество событий. Дима пытается выпутаться из ситуации, да? Я буду. Я не буду. Я не буду давать показания. Надеюсь, вы поймете. Я не хотел говорить про Ерском, но лучше бы твоя мама позвонила нашим родителям. Чем мы это? Простите, мне нужно уйти. Спокойно дыши. Вдох. Даже не боишься посадить свою машину совсем не знаю. Пока не... Анонимка. Боже, сколько вы писали. Мне реально похож голос на Полину. Но вы мне писали. Кто там только... Это Рита. Это Настя с первой серии ШГШ первого сезона. Каких только вариантов? Наташа. Это Наташа анонимка. В общем, ну я думаю, что сейчас, наверное, нам не покажут. Скорее всего, будут тянуть эту интригу намного дольше, чем мы думаем. Дерзко, что я ухожу из школы. Как ты там говорил? Жизнь полная. А подскажи, она стала такой... Самая характеристика? Ты кусок говна, как эмали. Слушай, хочешь ты этого или нет, но сейчас я еду к тебе, и мы поговорим. Потому что я буду бороться за наши отношения. И не доехали. Права и документы на машину? Просто мне интересно, он на полном серьезе сидит перед ним, ну видит, школьник. Реально школьник. Ну ты можешь сказать, что у этого человека есть права и документы на машину? Прав нет. У меня... И у него рак, да. Друзья, если вы не хотите, чтобы Дима и Ксюша расставались, давайте под этим видосом соберем более 200 тысяч лайков. А если хотите, чтобы у них были дети, подписывайтесь на... Хорош! А ты как это собираешься реализовывать? Да ты шо? Ну это... Вот это ход. Вот это ход. За это надо подписочку. Обязательно. И мне тоже, пожалуйста, не забудьте оформить. Канал всем приятного просмотра. Погнали! А какой угол тебе тут больше всего нравится? В смысле? Ну как? Ты же сюда ходишь как к себе домой. Вот хочу тебе сделать приятно. Твою фотографию... Ну можно сделать приятно и по-другому, товарищ начальник. Тебе-то не знать, ты же рядом с тюрьмой обитаешь. Рамочку повесить. Это не смешно, Николай Андреевич. Не смешно? А мне тоже не смешно. В течение этой недели ты уже в этом кабинете три раза. Вот объясни мне. Объясни! Что происходит в твоей голове? Ну я думал, я надеялся, что разговор с мамой хоть чуть-чуть на тебя повлияет. И повлиял. А-а-а! Так это ты! Это он повлиял на мать и возник разговор о переводе в школу. Он виноват. Она прислушалась к вашему совету. Скоро буду вашим коллегой. А Николай Андреевич... Ну киса, ну что за красота. Как ее? Анжела, Альбина. Нет, ну как-то у нее такое имя. Ну ты посмотри, ну просто каждый раз в новом образе. Покоряет меня с каждым новым эпизодиком. Короче, Дима в этот, да, в ментовку переводится. Как это называются, вот эти учреждения? Я никогда не узнавал, где учатся нам мусоров. Не обижайтесь, пожалуйста, ребята, кто учатся. За благое дело, так сказать. Ну Дима не самый лучший кандидат для этой истории. Ну пускай. Как мама решила, как товарищ полицейский на ушко нашептал, так и будет. Дима Андреевич плохих советов не дает. Только имя Эльвира ты не пользуешься. А она у вас тут постоянно? Ты мне еще вопросы тут задавать будешь. А вот поступлению отнесись серьезно. Потому что это полицейский колледж. Там тебе научат дисциплину. Так, звони маме, пусть я на тебя забираю. Мы перейдем к тебе. Угон машины. Вождение без водительских прав. Я не угонял. Это машина отца. А прав, прав нет. Эльвира, а напомни. Что в таком... Эльвира, чей будет? Смотрите, это статья 126, часть 2. Управление транспортными средствами без водительского удостоверения несовершеннолетними гражданами. Подожди. Так Эльвира по факту заканчивала этот колледж. Смотрите, по знаниям. Я не хочу. Ну типа, чтобы Дима, главный герой, то есть мы, потому что мы же смотрим глазами главного героя, потом смотрели через вот такую маску. Вот до чего доводят ваши полицейские колледжи. И наказали. За 50 долларов покажу все секреты для Александра. Штраф. Услышал? А вот теперь звони папе. На секунду подумала, что ты действительно приедешь. А может так даже и лучше. Все, на выход говорю. Что? Ну ты же просто пассажир. Ничего не слышал, ничего не делал. Правильно? Да, так все и было. Да. Ну вот и хорошо. Все, свободен. Не мешай следствию. Тебя ждать? Нет. Папа довезет. Спасибо тебе, что попытался помочь. Дерзкий. Прошу ответить. Надеюсь, я забираю тебя не из-за проблем. Да нет, все нормально. Это тебе. Просто я после школы зашел уточнить некоторые вопросы по поводу... Цветочки уже просто дохлые, посмотри на них. Я так тобой горжусь. Даже не представляешь. Будешь как твой отец, только с другой... Так отец... Что ты имел в виду? Стороны решетки. Кому-нибудь из класса уже рассказал? Только дерзкому. И как он отреагировал? Обрадовался. А я Саше рассказала. Да. Обрадовался. Это я уже догадался. Слушай, я дома ничего не готовила. Давай через мак. Так сказать, отпраздную. Да, можно. Да, Дима, он тупанутый прям, жестко. Че ты ему сразу... О! А вы говорите, Маля ушел. Вот! В общашке сидит. Все хорошо. Блин. Или все общашки на одно лицо, или это общашка мне знакома. Он мне сказал, что ты в колледж уходишь-то, а? Он со мной до сих пор общаться не хочет из-за того, что я тихо уехал, и никому ничего не сказал. С тобой что будет, я даже представить не могу. Ну, ты ему хотя бы... Он в костюме Супермена сидит. Флэша. Вы видите это, да? Я же не один это заметил. Там писать, пробую. Он, походу, меня заблочил. Не отвечает. В школе попробую поговорить. Я не понял! А че он? Непризнанный супергерой Марвел? Один девочек в покое. Сам знаешь его характер. Пусть остынет чуть-чуть, и потом уже все решит. Ты не жалеешь, что так внезапно принял решение поступать? Слушай, как тебе сказать? Первое время было тяжко. Ну, типа, новый город. Я, кстати, никого не знаю. А сейчас, в принципе, втянулся. Парочку друзей себе нашел. Ну, короче, да и колледж прикольный, да. Не жалуюсь. И, кстати... Это тоже полицейские! Я не понял! А шо у вас в этих полицейских колледжах происходит? Одна человек кошка, другой вот это вот. Ну, шо... Я Хэллоуина пока до Хэллоуина рано. Не понимаю вашего стиля работы. Это борьба с супергероем выше всего? Текундочку. Суперзлодеями. Борьба... Ай! А, как тебе? Улет, да? Я, короче, флэк... Выдали рабочую форму. Практически то же самое, что снимать тикток. До сих пор не понимаю. Ты и театр. Я бы больше поверил, что ты поступил на экономиста или юриста с твоими-то бизнес-идеями. А, да. Постоянными проблемами и залетами сразу очевидно, что поступаешь на ментал. Ладно. Раз уже так с дерзким вышло, то ты хотя бы остальным сам скажи. Особенно Ксюша. Я позвонил тебе, чтобы ты меня подбодрил. А не за дизморалем меня еще больше. Слышь, Дим, а я что, сильно на твою маму похож, а? Ладно. Товарищ полицейский. Мне уже надо бежать и готовить себе хавчук. Точнее, не вину запаривать. Я-то иду. Сам себя добываю. Кстати... Да, это театральная общага. Я же думаю, чем мне так похоже? Был я там, ребята. Четыре года был. А у тебя полтинника на карту не будет? Летиса степендию, верну честно. Последние деньги потратил на цветы Ксюши. Так что сорян. И то, Сашины. Звони, если что, ментяра. Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залило водой, что в живых остались только мы с тобой. Дим, может тут падать, если хоть? Ой, какая песня была, ребята. Я не знаю, чья это песня. У меня есть такая группа Аукцион. По-моему, так она называется. У них есть песня. Далеко, далеко ли далеко. Просто вайб этой песни. Только что я такой ощутил. Ребята, она уж прям... Спасибо. Как вчера с папой прошло? Да, нормально, в принципе, как и обычно. Я думаю, он уже привык к моим закидонам. Подождите, подождите. Дерзкий не пустил к себе за парту Диму. Мы что-то пропустили? Или ты ревнуешься, что они разбивали зеркало без тебя? Так ты им что, ничего не сказал? Ну тогда с твоего... Да они все обрадуются, зачем их радовать? Попаление, Дим. Наш любимый одноклассник вскрыл от нас очень интересный факт. Он переводится в другую школу. Ура! Что-то ты делаешь из этого трагедию. Ну, переводится он в другую школу. Это... Ну, по-моему, он праздник пытался выдавить, ну ладно. Это нормально, мы все должны его поддержать. Кого его? Я с ним прошел через огонь и в воду, а он даже не удосужился рассказать своему другу об этом. Окей. Если для вас это нормально, то для меня не извините. Ксюш, вот ты знала об этом? Нет. Так ты даже девушке своей об этом не удосужился рассказать? Молодец. Ну я никому, блин, не рассказывал. Я же не виноват, что мама рассказывала. Ну я, главный герой, ну к нам же обращают, вы понимаете. Да и я, Дима, тоже. Ну не виноват же, что мама проболталась, когда Саша забирал свой портфель, е-мое. Пошел еще дальше, Мария. Козырский, ты сейчас из мухи раздуваешь слона. Нет, Полин, в этом случае мухи все мы. Ведь нас можно поменять, нас можно забыть, да? И ничего при этом не сказать. Вдох. О, опять. Выдох. Вдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох, все дела. А этот, часто такие спектакли отыгрывают? Не всегда, но он у нас эмоциональный. Анжелы, все нормально? Если нормально, когда ты... Что-то она, по-моему, не то скушала, да? Если вы девушку тошнит от ее парня, то да. Рано. Вы что, не надо, ребят? Вы что такое говорите? Не на... Конечно, я понимаю, шуточка засчитана, но давайте без этого. Главное, что твоих друзей от тебя еще не тошнит. Или твоя башка смогла придумать только историю с анализами, чтобы снова влиться в компанию Дерзкого и Димы. Кроме них тебе ведь больше не с кем общаться в этом классе. Есть, как минимум с Камраном. И анализы вообще-то были не мои, а наши новенькие. Вы сам успокоишься. Или мне этим заняться? Ну, если по поводу запрещенных веществ, то я больше поверю, что это анализы Полины, чем Мой. А ты такой борзый только, когда бабушки нет в классе? Ребят, может, не будем начинать? Борзый, как собака. Заткнись! А ты, Полина, решила подать голосок из своего уголка? Сколько времени молчала в дудку, не высовывалась? А тут бамс, и включилась. А знаешь, а правильно тебя Дима бросил. Потому что на фоне Ксюши ты проигрываешь прям во все. Я жду, когда Орех скажет хотя бы слово. Смотри, он как кремень. Копит ульту. Должен ультануть. Ну смотри. Все, ты скучная, проблемная. А подожди, а ты покрасила, чтобы ее копировать, да? Типа Ксюша 2.0? Все настолько плохо? Была еще одна девчоночка со светлыми волосами. И я не про себя. Знаешь, жест какой-то был, как будто я на себя делаю отсылку. Но так-то интересно. Да, я тоже об этом подумал. Самый-самый первый серий. Знаешь, Камар, а вот ты задумывался, почему все котики этого класса всегда вешают на тебя? Да потому что ты нафиг в этом классе никому не сдался. Ходячая груша для битья. А сейчас чья очередь срываться на людей? Твоя? Так выходит, что проблемное в этом классе вовсе не мы с Даней. Давай, заходи уже быстрее, ползаешь по коридору. Ты что, ползунок? Что? А че он ползает по коридору? Орешек как-то копил, я верил в него. Вы видели? Я чувствовал, что он сейчас скажет, даст свою мысль умную. К сожалению, произошло подавленность. Что ли? Давай, присаживайся на свое место. Так, ребята, все сильные на свои места. Быстро, быстро, я сказал. Вот. Ну что? Наконец-то я до вас добрался. О, я смотрю, у нас новые лица. Здравствуйте. Вам наш... Здравствуйте. Очень понравится. Знаете, из любой передряги выберутся. Я их просто обожаю. Да, дерзкий? Он не из этих? Че? Ладно. Что? Что? Забей. Я извиняюсь, Ксюша Степанюк. А вы у нас, простите. Папа! Она! О, Дим. Не дозвониться, не дописаться до нее. Ты мог бы ее передать? А то ее мама просила им еще документы оформлять. Загранник. У меня времени нет, куча вопросов решать надо. Зачем? Ксюша загранник? Ксюша тоже куда-то упетлять решила? Понимаешь? Хорошо. Спасибо, выручил. И еще раз извиняюсь, всем хорошего урока. А он может к нам почаще заходить? Ксюше повезло с папой. Какая улыбка! Он еще и... Что? Он сказал, какая улыбка? Ладно, давайте оставим этот момент без комментариев. Какая походка! Он что, к нам с подиума, что ли, пришел? Он точно из-за этих. И зачем ей загран вообще? Ну, как минимум, чтобы пересечь границу. Она куда-то улетает? Я не знаю. Так, а я не понял, а где вообще половина класса? Где половина? Не знаю. А вот Ксюша в раздевалке по телефону с мамой разговаривает. Анатолий Кувалдович, можно выйти? Так, что значит выйти? Куда выйти? Итак, полтора человека у нас на уроке сидит. А все свои личные дела будете решать на перемене. Знаете что, Дмитрий? На следующем уроке все, кто будет опаздывать, будут потом отрабатывать. Так им и передайте. Мне в начале года плохие оценки, знаете, уже точно не нужны. А для всех остальных и для вас, Дмитрий, особенно. Сегодня тема сегодняшнего занятия. Это защита личной информации от всех скам-атак. О! Так, что-то все-таки с Анжелой не очень хорошо, вы видите? Опоздали. Ну, хотя бы пришли. Герман, присаживайтесь на свое место. Так, я не понял, что происходит. Знаете что, но вот этого я уже точно не потерплю. Единица Герману и Анжеле. Слышь, часто с ней такое происходит? Давно на диете сидит? На какой диете? Если девушка питается одной зеленушкой, это означает только одно. Она села на диету. Никто в здравом умении откажется от вкусной еды. Как скажешь. Золотые слова! Золотые! В рамочку их надо вместе с этим футболкой Мали. Я не разбираюсь в этом. Мне сейчас не до этого. Каждый занят своими проблемами. Вы чисто видимость дружного класса создаете? Я поняла. А я вот ничего не уловил. Зачем ей загранить? А я уловил. Какие документы ее мама оформляет? Это что-то связанное с судом? Если с судом, то зачем загранить? Зачем такая срочность? А если она мне сама хотела в чем-то признаться? Нужно было не ехать на этой машине. Нужно было не идти в эту галерею. Никакой бы ссоры не было. Ничего бы этого не было. Я дурак. Какой же я дурак. Из-за такого пустяка все началось. Прости, конечно, но я тебя не понимаю. Что? Ты со мной говоришь или в мыслях летаешь? Просто если в мыслях, то как-то громковато. Дмитрий, может вы все-таки будете слушать? А то пригодится. Да-да-да-да-да, защита от скам-атак. Не волнуйтесь, я прекрасно все слушаю. Вы шел. Все-таки девятый класс уже. А у вас тоже нифига себе, как для учителя в школе. Толик Валдувич, а ему не обязательно слушать, запоминать. Он же уходит от нас. Там будут другие учителя. Их он и будет слушать. Даже у меня бы мозгов хватило не повторять мальноши. Я вам тут не мешаю? Нет, не мешайте. Добавить ничего не хочешь? Я так шел, как будто залезаться. Нет, не мешайте. Ух, мы мужчина. А, ну да, ты же у нас молчишь. Не разговариваешь со мной. Ты больше всех в классе знаешь, что у меня в жизни происходит. И даже при этом обижаешься на меня за это поступление? Ты хочешь знать, почему я пошел на это? Да потому что в первый же день мы оказались ментом. А потом проблема за проблемой. Конечно, чужие ошибки всегда легче решать со стороны. Тебе не кажутся мелочными. Но когда ты сам оказываешься в такой же ситуации, ты как в ступоре. Ты не знаешь, как и что сделать. Вроде мозг понимает, как надо поступить. Но делаешь все по-другому. Это трудно. Это сложно. Я попытался все это изменить. Но знаете, что Анатолий Кувалдович? Через какое место у меня это все получилось? Через, извиняюсь, жопу. Верно. И Анатолий Кувалдович, со всем уважением к вам, я бы еще посидел на уроке, но не сегодня. Слышь, мне с тобой пойти? Не в этот раз. Да сиди уже, слышишь? Не надо, хватит. Она меня заблокировала или что? Ты меня слышишь? Я тебя одного никуда не пущу. А у тебя что, тоже в больницу к Анжеле? Что? Они не знают, я никому не говорил. Меня мама Анжела послала к ним домой, чтобы я взял. Я уже слышала. У тебя телефон с собой? Что взял? Что взял, чтобы я взял? Пилюли? Какие-то пилюли необходимы? Значит, идете. Что это за класс, господи? Один кривой, другой косой. Двоем и будешь мне отчитываться. Ну, я, честно говоря, Оливия Алексеевна. Честно говоря, ты должен мне рассказать, почему ты бродишь по коридорам во время уроков. Ну, я же тебя знаю. Значит, так, берешь его. Но она же заучка, вы помните? Что это мои звонки? Что случилось? И зачем нам домой к Анжеле? Я была в больнице с серьезным отравлением. Мама сейчас с ней там. Меня отправили за ее вещами, чтобы я сходил к ней домой проверить, чем она могла отравиться. А, что, так серьезно все? Тебе интересует что-то, кроме проблем дерзкого и тебя? Вроде весь школьный мир строится на этом. Тебе сейчас... Поняли, сейчас может привязать. Вот пророчество даю легкое. Этот, третий глаз открылся. Вот это есть тема какая-то, которую сейчас то ли колят, то ли пьют. Все звезды. Вообще, все возможные. Западные, незападные. Для похудения. Как же она называется? Авокадо. Какое авокадо? Аземпик, да? Все, вот про него. Спасибо большое. Вот мне кажется, что она, ну типа, если тут раскручивать историю похудения, эта тема сейчас очень сильно популярна. И никто не так толком не знает, какие у нее побочки. Я думаю, что это вообще могло быть вполне в этом серии. А сейчас... Это волнует? Или Анжела? Давай, пошли. А то у меня есть еще свои дела. Новых футажей Руслан понавставлял с домами. Все, причем, вот знаете, покажи кому-то вот этот дом. И спроси, какой это город. Все скажут, мой. Ха-ха. Я не знаю почему, но мне кажется, в каждом городе есть вот такая многоэтажка. Миленькая. Так, а что конкретно мы ищем? Я толком сам не знаю. Врачи сказали искать то, чем можно отравиться. Мама сказала проверить все продукты. Может, у некоторых срок годности закончился. Не досмотрела. Поэтому я... Смотри, сейчас пилюли найдут, я тебе отвечаю. И это... Особо не лазь в своей комнате. Понял. И сделаем. Так, она еще и спортсменка? Не знала об этом. Красотка. Слышь, Герр, а она никакие таблетки не принимала? Какие таблетки? Это вроде нет. Может, там для похудения? Не, ну она на диету села, но про похудение никогда не говорила. То, что не говорила, не значит, что не делала. Ищи любые таблетки, витамины. Проверяй шкафы, в карманах, еще где-то. Шо там, шо там? Хейтеры. Где вы, где вы? Я не чувствую ваш запах. Где же ваши сообщения о том, что смотрел наперед? А как? Я ведь вот-вот прям сейчас смотрю с вами на стриме. Короче, ищи. Куда бы она могла такое спрятать? Ну, посмотрим. В Пуме? Конечно. Кто носит фирму Пума? Пожалуйста. Для похудения, блин, ребята. И, наверное, нашли такую фито-чай для похудения. Сюда иди. Да. Че? Ну, это больше вопрос к Анжеле. Ну, фито-чаи-то обычная тема, они аптечные. Там в них просто набор трав. Ничего страшного. Меня, скорее, вот эти разноцветные пилюли напугали. А ты когда-то говорил ей про ее фигуру? Может, как-то задел? Что-то сказано лишнее? Да нет, никогда. У нее все с этим нормально. Ну, видимо, в вашей паре так думаешь, что ли? Ты думаешь, это из-за меня? То есть я виноват, что она сейчас в больнице? Не, не, не то, что ты виноват. Так, а Полина разве не так же делала? Тоже таблеток глоталась, чтобы привлечь к себе внимание. Там чуть была другая. Да, там по-другому. Уже. Там, Полина, налево пошла. Нам не сказала, из левого типа наглоталась. Ну, прикинь. Анжела тебе прислала в фото. Но при этом об этом никто не знает. Ну да, ну да. Кроме нас всех. Четыре с чем-то, почти пять миллионов аудиторий. Что сейчас это сделает. Так что это явно не ради внимания. Бери эту коробку и неси в больницу. Она же поправится? Да, конечно, поправится. А вот и Оливия звонит. Узнать, как она с вами. Да. Не говори про таблетки, чтобы никто не знал. Отец Ксюши? А, слушай, Дим, тут мама звонит. Говорит, что Ксюша остается сегодня на наручевке с Полиной. А ты ей паспорт не передавал? А, если нет, то можешь маме сразу передать, чтобы время не терять? А, можно вопрос? Зачем ей паспорт? А, решил сразу к делу. Ну, слушай, мама после суда решила заняться оформлениями документов в Испании. Ну, чтобы Ксюша могла получить более престижное образование. Ну, сам понимаешь, Испании для этого очень много возможностей. И вы даже не против, что ваша дочь будет так далеко от вас? Ну, во-первых, она будет там не одна, а со своей мамой. Ну, а во-вторых, для меня, как и для любого родителя, очень важно будущее моего ребенка. Я думаю, твоя мама сказала бы то же самое. А вы спросили, желает ли этого Ксюша? Может, она не хочет? Ну, конечно, она не хочет. Но потом она поймет, для чего все это делать. Если она уедет с мамой, то мы расстанемся? Как вы себе видите отношения? Или об этом вы не подумали? Ну, конечно, кому интересны отношения подростков? Вы же все решили. Простите, я прерываю такую драматическую сцену. Просто все стены обвешаны какой-то хренью. Вот тут вам видно. Ну, плохо у вас видно, но я вам прочитал. Стать худой. Где-то там еще был плакат. Я не поверю, что меня могут любить. Это выглядит как секта какая-то. Вы поняли? Прикол будет, если вдруг Анжела залетела в какую-то секту, где манипулируют на похудении. Такое тоже может быть. И таким образом товар, поняли? Продают какой-то липовый, не самый качественный. И люди из-за этого попадают в больницы. Шире. Ну, насчет этого я думал, что вы должны были поговорить об этом на ужине с ее мамой. А насчет расставания. Расставание – это всегда трудно. Хочешь советовать взрослые? Вообще, наша жизнь – это череда расставаний. И вопрос в том, как ты их примешь. Слушай, а вообще можешь паспорт маме и давать? А дай его Ксюше. Пусть она сама сделает свой выбор. Сделаешь? Спасибо, что сходил. И все, получается, разбежались. Понимаете, Маля уехала на учебу. Дима собирается уходить на учебу. Эта подружка тоже. Смотри, сейчас Ксюша выберет Испанию. А что толку ей оставаться? Ее молодой человек ушел в другое учебное заведение, в полицейский колледж. Она будет, получается, одна находиться в этой школе. Ей это не прикольно. Там тем более, что особо друзей у нее нет. Ну, Полина. Со мной, честно говоря, я в квартире задумался, но, может, без меня, Анжели, было бы лучше. И прости, что я говорила, что тебе важны только твои проблемы. Я был неправ. Может, без меня было бы лучше. Если бы я просто досидел на ужине и не слушал гребанное сообщение от Саши. Так, а ты зачем все это снимаешь? А ну, выключай, и я пойду уже тебя бить. Во-первых, я буду показывать это видео в полиции. А во-вторых, когда мне будет грустно, я буду пересматривать это видео и понимать, за что я тебе люблю. Так быстро ты от меня не отделаешься. Так, ты от меня никуда не денешься. Мы вместе состаримся и будем с тобой самой красивой старой парой. А еще я хочу пить свою сладкое. Так что, если сейчас у меня не будет сладкого, то я тебя брошу. Пиши мне сладкое. А может, без меня было бы лучше? Ты уже видел историю Ксуши? У меня ничего нет. Можешь скинуть? Жесть, пол... Хорошо, ладно. Все очень как-то плохо и печально. Какой кайф. Это, я так понимаю, ссылка к тебе? Ты не подумай, я не зл раз. Все нормально. А это кто еще такой? Ты кто? Не тупи. Нашла твой дискорт через сервер Аризон. Блин, простите. У меня с этим аккаунтом есть своя история. Я знаю этот аккаунт, но я не буду. Это пусть останется моей маленькой тайной, дорогие друзья. Я сам лично общался с Аризонной Герл 0.86. Помурчат сейчас в дискорде. Домурчатся, да непонятно чего. Если она остается с мамой, она уезжает. А если с папой остается, они... Вот сейчас, Рита, если Рита, то Рита... Как девочку звали в параллельном классе, в очках ходила. Помните? В очках она была умная такая, типа, задротша. Вот ее голос мне сейчас больше похож. Не Полинен. Вот там в обработке, когда внутри игры было, как-то больше было похоже на... А сейчас нет. Сейчас другая. Это Рита ее? Рита ее зовут. А Рита, подожди, а Рита не диджей? А диджейку как звали? А по-моему, Рита это диджей была. Алиса. Да, да, я с вами согласен. Хорошо, спасибо. Вообще-то, хотя да, если она останется с папой, это можно сделать. Ты просто лучшая. Че? Ты решила мою проблему. Я как могу тебя отблагодарить? Ну, ты можешь купить мне коробку конфет. Да хоть двести коробок. Слушай, твой голос. Настолько идеальный, что его можно слушать часами. Нет, ты че? Алло, опустись, малюси. Аха! Нифига заявочка такая была. Я такого не слышал. Нет, нам знаком твой голос. Настолько идеален, что его можно слушать часами. Святой Батон, отведи от нас таких женщин. Знаю, знаю. Это, конечно, да, но он знакомый. Как будто бы... Ладно, конфеты тебе по почте отправлять? Ну, смотря по какому-то городу. Одесса. Серьезно? А, посмотрел меня в дискорде? Да нет, я тоже тут живу. Вот так запад... А в какой ты школу ходишь? А? А химию у тебя не ведет, Оливия? А? А? Нет, нет. Ну, хотя после твоих историй я уже ничему не удивлена. Знаешь, где у нас находится оперный? Ну, да. Можно ставить конфеты у тети Ольги. Она в гардеробной работает. А ты че, не хочешь увидеться? А вдруг ты очень хитрый маньяк. А тетя Оля с такими быстро находит общий язык. А, че в оперном? Канистра. Много вопросов, как для первого со сборки. Я убежала и жду свои конфеты. О, я тогда займусь своими. Люди непонятно, для чего вообще живут. И я копаюсь в голове своей. Но мне не рады. Тут нам суждено остаться бедной. А то я немного тут занят. Думаю, лучше вам лично ей это передать. Еще не поздно поменять свое решение? Смотря какое. Я решил, что буду давать показания против мамы Ксюши. Удивлен. Думаю, еще что-то можно решить. Конфеты тоже мне? А, нет. Конфеты это за помощь в принятии правильного решения. Ну, хорошо. Встретимся на суде, Дим. Я тебе все скину. И еще раз спасибо за помощь. Господа, на чем мы остановились? Итого. Согласились, отказались, согласились? Мне кажется, мы в какую-то такую жопу движемся. Дима по факту сейчас не решает проблемы. А какие-то неправильные делает телодвижения не в те стороны. И от этого мы еще глубже закапываемся. О, да вы опоздали, молодой человек. Вы минут на 10 как опоздали. Давайте быстрее вещи я номерок вам дам. А, нет. А, ну же Ольга. Я конфеты хотела ставить. А, так вы это, тот самый Канистра? А? Очень. Канистра, да. Ну да, Рита про вас говорила. Опа. 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 Вот так и спалились. Вот тут и приехали. Бабулечка. Ну, я понимаю, что вы, наверное, бабушка как бы Риты. Но она не думала, не гадала, что она анонимка у нас сами Рита. Да, это он. Это рандомный комментарий. Мои дорогие, это абсолютно рандомный, абсолютно комментарий. Всем хорошее настроение. Да, ну хорошо. Возможно, что вы зайдете, говорила. Рита? Ну да. Она вам билетик тоже оставила. Так что, не пойдете? Да не, не, спасибо. А между нами? Она как? Средненькая или страшненькая? Может, какие-то дефекты есть? Горь. Коды? Да и кто? Наша Риточка? Да она у нас красавица. Идите. Только зрение плохое. На фишу посмотрите. Рита? Лучшая скрипка города. А можете, пожалуйста, не говорить ей, как я выгляжу? Ну что, ребята, огромное спасибо всем за просмотр. Напоминаем, что... Ну я, кстати, бы ее не узнал. Вот если бы мне показали вот так вот фотографию, я бы не узнал ее, отвечаю. Там скрипка. Даже не особо упоминалось в прошлых сериях, что она играет на скрипке. 17 числа мы разыграем PlayStation 5 среди всех игроков... Это она? Мы в дерьме! Все нормально. ШГШ. Кла-си-ка. Классика. Прям все, как должно было быть, так и происходит. Опускаемся ниже, ниже, ниже. Но с Ритой... Слушай, ну Рита знает про нас больше, чем нужно знать. Мы же ей столько всего сливали в прошлом сезоне. Помните, в кафешке сидели, даже в какой-то момент проскочила какая-то мысль, у главного героя или у нас, я точно уже не помню, о том, что, типа, все запали на Димку. Алиса запала на Димку, Рита запала на Димку. Все такие, типа. А Рита такая, ты что, дурачок? Я просто пытаюсь тебе помочь, а ты мне всю жизнь рассказал. А тут оказалось, что ее суженой будет канистра. Все самое важное было сказано уже во время реакции. Нового, я думаю, вряд ли я добавлю. Поэтому, если вам понравилось смотреть со мной эту серию, обязательно втыкните лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Залетайте в мой Телеграм, на Твич и на игровой канал. А с вами был Дима. Типато. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok